всем привет ребята с вами акулов иван и сегодня мы с вами познакомимся с новым для нас протокол хэш был а также сегодня в этом видео мы с вами поговорим о таком неком понятии как big notation или оценка алгоритмов немного забегая вперед да что-то кубика у notation все алгоритмы у нас с вами могут быть оценены по время затратности то есть сколько времени они требуют для того чтобы выполниться так второе это сколько памяти им нужно для того чтобы опять таки выполниться поэтому мы с вами поговорим о протоколе хэш был который в свою очередь пред будет предоставлять нам хэш значения наших экземпляров и также мы с вами поговорим зачем нам нужны эти хэш значений вообще где мы их используем и поэтому мы с вами все это объединили в одном видео но сейчас давайте мы с вами создадим структуру некого юзера и посмотрим вообще в каких случаях в первую очередь нам понадобится этот протокол хэш был так создаем структуру которая будет называться юзер и у данного юзера у нас будет всего два поля это name типа string и поле age типа интеджер соответственно когда мы сами хотим создать юзера мы пишем юзер и например передаем сюда какие-то значения например борис и возраст 45 теперь если мы хотим поместить данного юзера к нам в массив мы делаем это очень просто да мы просто помещаем юзера и никаких проблем у нас нет давайте запустим наш playground убедимся что у нас все выполняется да видите все отрабатывает теперь давайте попробуем поместить нашего юзера в качестве ключа в какой-нибудь словарик например dictionary у которого будет тип юзер и например интеджер то есть интеджер это у нас будет возраст поэтому давайте мы напишем юзер затем напишем двоеточие и юзер age и здесь у нас с вами возникнет первая ошибка да то есть у нас так будет написано что наш тип юзер не соответствует протоколу hashable то есть наш вот этот юзер он не может предоставить хэш значение то же самое у нас будет и с этом если мы создадим сет и поместим туда нашего юзера то соответственно здесь тоже будет ошибка но будет описываться немного иначе как будто мы не можем преобразовать вот этот условно наш массив с юзерами да в сет но на самом деле вся проблема не в этом и так у нас есть структурка и есть две ошибки давайте мы подпишем нашего юзера под протокол и вы увидите что обе ошибки у нас сразу уйдут почему так происходит если мы с вами храним наши значения или наших юзеров массиве то мы обращаемся к самим юзерам или мы обращаемся по индексу чтобы найти определенного юзера когда же мы с вами работаем с дикшенери или с этом то здесь мы ищем значение по хэш вэлью то есть по значению хэша для нашего юзера давайте мы с вами провалимся в протокол хэш был нажмем command и jump to definition вы увидите что наш протокол требует свойства хэш вэлью которые используют внутренние алгоритмы для того чтобы подсчитать какое хэш значение а хэш значение от некое цифровое значение для нашего юзера после того как мы подписались под хэш был мы можем написать юзер хэш вэлью и вы увидите что здесь у нас будет справа высвечиваться какое-то большое значение видите да теперь если мы с вами создадим еще одного юзера let user 1 равно юзер назовем его миша лет 56 также напишем user 1 хэш вэлью то соответственно здесь у нас будет другое хэш значение давайте запустим видите здесь совсем другое и обратить внимание от запуска к запуску даже плейграунда у нас значение меняются вот нас было минус 18 вначале здесь минус 86 еще раз давайте остановим и запустим наш плейграунд значение видите полностью поменялись когда мы с вами говорим о том что у нас значение хэш вэлью разные это на самом деле так но когда у нас становится слишком много объектов а то у нас может так получаться что хэш значение могут быть одинаковыми и в таких случаях происходит некая коллизия или столкновение ну это достаточно известная задача поэтому ее по-разному обрабатывают по-разному решают но если у нас есть идеальная хэш функция то она всегда будет генерировать уникальные значения как вы видите здесь значение достаточно большие поэтому шанс того что у нас с вами произойдет совпадение он крайне мал особенно если учесть что у нас всего с вами два значения но возможно вы спросите ну и что у нас есть хэш значение что дальше теперь мы все дело можем помещать в сет на самом деле здесь все очень просто мы с вами используем те же сеты словари и массивы в различных ситуациях то есть когда нам например нужно чтобы на все было упорядочено мы с вами используем массив если нам с вами нужно чтобы были уникальные какие-то элементы мы с вами используем сет на самом деле не обязательно руководствоваться только этим принципом для того чтобы выбрать где мы будем хранить объекты на самом деле иногда нам с вами нужно понимать с каким объемом данных мы будем работать какие операции мы с вами будем выполнять для того, чтобы решить, где мы будем хранить, например, какие-то элементы. Так как здесь у нас сет и словарь работают по некому хэш-значению, то здесь у нас некоторые операции срабатывают намного быстрее, чем в массиве. Поэтому, да, массив в некоторых случаях комфортнее работает, если для нас важен порядок. Но в некоторых случаях, если мы с вами работаем с большим количеством данных, действительно иногда лучше использовать те же самые сеты. Итак, для проверки того, что это действительно так, я вам предлагаю создать один массив, который будет у нас содержать в себе один элемент. Затем создать один сет, который у нас также будет содержать в себе один элемент. Так, здесь мы пока все дело можем закомментировать. Затем давайте мы с вами используем функцию, которую мы писали в одной из других копошилок. Давайте по ней пробежимся. Это нами созданная функция, где мы с вами мерим, время, которое мы затрачиваем на ту или иную операцию. То есть, когда мы с вами вызываем timeMeasureRunningCode, то здесь мы даем заголовок, например, array, и блок какой-то вызываем. И здесь мы с вами будем использовать ее и для сета. Только здесь она уже будет звучать как set. Итак, что делает эта функция? По сути, мы что делаем? Задаем заголовок нашей функции для того, чтобы у нас что-то в консоли высвечивалось. Затем у нас есть operation блок, обычный closure, ничего особенного. Здесь у нас есть время старта, потом мы вставляем operation блок, затем мы finish вставляем. Вычисляем разницу между концом и стартом, то есть время, разницу в секундах. И затем просто выводим некое сообщение в консоль. Ничего здесь сложного нет. Теперь у нас есть массив, есть set, отдельные блоки. Теперь давайте запишем array, max. То есть мы посмотрим, за какое время мы с вами получим значение максимального элемента в массиве. Здесь мы возьмем set, max, то же самое. Давайте запустим наш playground. Итак, вы видите, что здесь у нас массив выполняется как 3 на 10 минус 4 степени, а с другой стороны set это почти 7 на 10 минус 5 степени. То есть, грубо говоря, в 5 раз set у нас отрабатывает быстрее. Еще раз отмечу, что когда вы работаете с большими объемами данных, здесь выигрыш уже может быть не в 5 раз, а в 50, например, раз. Итак, теперь мы проверяем, содержит ли наш массив элемент с единичку. Да? Здесь мы пишем set, contains и тоже единичку. Давайте снова запустим наш playground. Вы видите, что здесь set в 3 раза быстрее. Мы можем перезапустить наш playground для того, чтобы еще раз посмотреть, какие значения будут. Но видите, что все равно здесь будет 5 на 10 минус 5 степени, то есть, еще на 1 нолик больше. То есть, set здесь тоже у нас выигрывает. Давайте вот так сделаем, чтобы у нас не ругался, что мы значения не используем. В принципе, эту строку мы можем закомментировать. И последнее, что я хочу с вами здесь проверить, это мы array remove all. Затем set remove all. Снова запускаем playground. И снова смотрите, массив выполняется за 3 десятитысячных, округленно. А в свою очередь, set выполняет за 6 статысячных. То есть, грубо говоря, опять в 5 раз set у нас получается работает быстрее. Я не говорю о том, что set теперь нужно использовать вместо массивов. Нет. И у массивов, и у словарей, и у set есть своя зона использования. Вам, соответственно, нужно отталкиваться от того, с чем вы работаете, с каким количеством данных вы работаете и что, в первую очередь, для вас важно. Иногда вам нужно, чтобы ваши данные были упорядочены, соответственно, с set вам здесь уже будет работать не очень удобно, либо вам придется все упорядочивать, и вам нужно будет проверять, насколько это целесообразно. Теперь давайте мы с вами поговорим о том, как оцениваются те или иные алгоритмы. Итак, я для вас подготовил тут буквально 3 вкладочки. Первая вкладочка – это Ray Vanderlich, Swift Algorithm Club. И здесь есть такая статья, как Anode on Big O Notation. То есть здесь предоставляются несколько вариантов, как могут работать алгоритмы. Чтобы это все разобрать, у нас есть вторая вкладочка. Это статья на FreedCodeCamp. На Medium вообще это все. И вот в этой статье, на самом деле, здесь речь идет больше о сортировке, но алгоритмы применяются не только к сортировке, а вообще ко всему, что только можно. Здесь есть отображение сложности различных алгоритмов. Как вы видите, красная зона – это ужасно, оранжевая – это плохо, желтая – еще ничего, зеленая – good, а ярко-зеленая – это отлично. Если мы с вами вернемся на страницу Ray Vanderlich, то вы увидите, что здесь есть тоже O1. То есть 1 – это когда у нас с вами операция пролетает очень быстро. Когда у нас сложность оценивается как логарифм N. То есть N – это, по сути, количество элементов в той или иной коллекции. То есть независимо от количества элементов у нас здесь все выполняется. Здесь у нас логарифмично зависит от количества элементов. Здесь у нас линейная зависимость. Давайте посмотрим сюда на график. Вот смотрите, здесь вот ярко-зеленое, что вы видите, это у нас O1. Но на самом деле здесь не совсем правильно нарисовано. Едничка, она фиксирована. То есть здесь не по возрастающей идет, она просто всегда равна одному значению. Но это идеальный вариант, когда у нас все выполняется, скажем так, в единицу какого-то элемента времени. И сложность алгоритма не зависит от количества элементов, например, коллекции. То есть если в массиве миллиард объектов, и мы можем что-либо сделать, у нас всегда будет затрачиваться одно и то же время фиксированное. Это было бы идеально. Если мы с вами говорим о логарифмичной вот этой зависимости, да, логарифм N, то есть здесь у нас фактически алгоритм тоже очень быстрый. Как вы видите по графику, это вот эта вот светло-зеленая часть. Здесь у нас идет нелинейная зависимость от количества элементов в той же коллекции. То есть у нас может быть, например, бинарный поиск, да, у нас, ну вот здесь, кстати, есть пример бинарного поиска, что если у нас с вами 100 элементов, то мы выполняем 7 шагов для того, чтобы найти необходимый нам элемент. Если у нас 1000 элементов, то есть в 10 раз больше, нам нужно всего лишь 10 шагов, то есть в полтора раза больше. Если у нас миллион элементов, то всего 20 шагов. Поэтому здесь у нас также этот алгоритм очень шустрый. Ну и так далее. По увеличению вы видите, что самый такой ужасный вариант – это когда у нас есть зависимость от факториала, то есть N факториал, когда у нас с вами любое действие алгоритма будет занимать чуть ли не десятилетие для того, чтобы выполниться. Поэтому имейте в виду, когда вас, например, будут спрашивать о сложности каких-то алгоритмов, то вы уже будете иметь какое-то представление о том, как это все оценивается. И третья вкладочка – это здесь из той же статьи приведена некоторая оценка эффективности алгоритмов для различных типов сортировки. Кстати, обратите внимание, сколько различных типов сортировки. Здесь есть оценка по времени, оценка по объему памяти. Есть лучший вариант, средний и худший. То есть, когда мы с вами, например, ищем элемент, лучший вариант, что мы нашли с вами его с первого раза, худший вариант, что это был последний элемент. Вот, собственно, примерный принцип того, как работают алгоритмы, в лучшем и в худших случаях. Ну и, соответственно, средний случай – это когда у нас где-то посередине поиска мы нашли как раз-таки наш элемент. Видите, что здесь у нас есть алгоритмы, которые целиком попадают в зеленую зону. Наверное, можно подумать, почему бы их всегда не использовать, но нет. Не всегда применимы те или иные алгоритмы, поэтому должны быть альтернативы. Иногда приходится выбирать алгоритмы, которые работают не очень эффективно, но зато подходят для данной задачи. Для того, чтобы лучше разобраться с тем, как идет оценка алгоритмов, на самом деле здесь не очень сложно, очень советую вам прочитать вот это от Рея Вендерлиха Swift Algorithm Club – A Note on Big O Notation. Здесь хорошо все описано, хорошие примеры приведены. Для того, чтобы лучше разобраться в эффективности алгоритмов, советую очень почитать вот эту статейку. И, к слову, когда вы поймете, что цикл в цикле не всегда хорошо, это один из не самых эффективных алгоритмов, я думаю, вы начнете пересматривать свой код, который писали ранее. Но здесь на самом деле ничего страшного нет. Чем больше вы учитесь, тем меньше вам нравится ваш старый код, тем более эффективным вы хотите его сделать, поэтому это и есть ваш собственный рост. Когда вы попадете на собеседование, конечно, будет здорово, если вы сможете рассказать о алгоритмах, об их эффективности. Соответственно, это будет всегда только плюсом для вас. На этом все. Надеюсь, мне удалось раскрыть общую информацию о сложности алгоритмов, о хешировании, то есть зачем нам нужен хеш. На этом все. С вами был Акулов Иван, портал swiftbook.ru. До встречи!